Приветствую всех на канале Профон. Вот уже прошел буквально месяц с момента, как я протестил новый роутер от Huawei. Результаты вы можете посмотреть на канале. Ролик под номером 25. Как итог, по скорости и покрытию интернета Wi-Fi, роутер Huawei X3 Pro все-таки обошел роутер Apple Time Capsule. Вот, смотрите сами, это Apple. А это Huawei. Результат, как говорится, налицо. Но мне не дает покоя, что новенький роутер от Huawei не дает мне возможности подключить жесткий диск там по USB, чтобы закидывать видео, фото и другой контент, а потом просматривать со Smart TV, iPad и других устройств. Ну а-ля, локальная сеть дома. Вы, наверное, скажете, организуйте нас. Но я пока до этого что-то не дошел. Хочется наколхозить что-то свое. И самое главное, у меня получилось. Сейчас расскажу и покажу. Берем два роутера Apple и Huawei. Включаем в сеть 220. Интернет-провод провайдера One вставляем в разъем Huawei, который рядом с питанием, под номером 1. После чего обязательно заходим в настройки роутера iX3 Pro. Здесь выбираем больше возможностей. Потом вкладка системные настройки. Тут вкладка настройки сетевого порта. И уже здесь выбираем фиксированный порт One. Нажимаем сохранить. Но у меня в результате толхозного перевода Google написано спасти. Ну что ж, значит будем спасать. Кстати, о переводе на iOS-устройствах прямо в Safari. Apple запилила шикарный переводчик. Правда он доступен не для всех стран. И его нужно активировать. Сейчас покажу как. Берем с вами iPhone. Заходим в настройки. В настройках выбираем основные. Здесь язык и регион. И меняем ваш регион на Соединенные Штаты Америки. Сменить регион. Язык региона устанавливается. После чего нам нужно не забыть еще сделать пару настройок для удобства. Единицы температуры поменять с Фаренгейта на Цельсий. В настройках даты и времени сделать привычный 24-часовой формат. И в календарь зайти. И сделать начало недели с понедельника. И все. Давайте проверим как работает. Открываем Safari. Вводим адрес роутера. 192.168.3.1 Переходим. Все видите на китайском. Сейчас я введу пароль от роутера. Ввожу. И захожу на страничку роутера. Ну что, непонятно тут ничего. Правильно? Нажимаем слева на две буковки А. Выбираем перевести русский язык. И смотрите, вуаля! Я вас поздравляю. Переводчик в Safari активирован. Так, что-то я отвлекся. Возвращаемся к нашим роутерам. Видите, этот толстый синий кабель. С помощью него мы будем соединять наш Huawei с роутером Apple. Для этого берем один конец провода. И соединяем со свободным LAN-портом Huawei. Готово. Теперь второй конец берем и вставляем в свободный LAN-порт соответственно тайм-капсулы. Также хочу пояснить. За место тайм-капсулы может быть любой абсолютно роутер, который поддерживает подключение жесткого диска по USB. В итоге мы получаем интернет Wi-Fi 6 от Huawei. Плюс локальный диск от Apple тайм-капсулы. В моем случае она на 3 терабайта. Ну а также мы можем пойти дальше и подключить еще жесткий диск к тайм-капсуле. Благо тут есть USB-порт. Или можно использовать за место тайм-капсулы другой какой-то роутер. А еще остается 3 LAN-порта в Huawei. Можно к этим трем портам взять еще роутер ASUS или еще одну тайм-капсулу и подключить. В итоге у нас будет много локальных жестких дисков на Huawei. А чтобы оранжевая лампочка не моргала и дополнительная сеть Wi-Fi не мешала, заходим в настройки AirCode Time Capsule. Включаем игнорировать все ошибки. И выключаем Wi-Fi. И после этого всего я просто не имею морального права не разыграть роутер Huawei AX3 Pro. Вот эту белую версию. Причем китайскую, а не какую-то там несчастную и урезанную Ростес. Все это для того, чтобы один из вас мог лично убедиться в его возможности раздавать интернет со скоростью до 1 гигабита. Все, что нужно сделать, это подписаться или быть подписанным на мой канал в YouTube. И оставить один комментарий под этим роликом на тему, почему именно мне нужен этот роутер. А итоги подведем в пятницу 13-го. Вот такие у нас с вами дела. Всем желаю удачи и до скорых встреч.